Друзья, приветствую! В этом видео хочу с вами коротко поговорить о таком важном элементе игры на гитаре. Он относится к любому другому инструменту, который называется фермата. Фермата – это когда музыкант на свое собственное усмотрение длительность ноты увеличивает настолько, насколько ему кажется это разумным, подходящим и уместным именно для данного отрезка произведения. Давайте для начала я сейчас в качестве примера наиграю мелодию. Возьмем «С днем рождения тебя» известную песню. И вначале сыграю просто, без использования фермата, а потом в парочке-тройке мест эту фермату добавлю. Просто мы ее сыграли ровненько, быстренько. Теперь смотрите, мы в некоторых местах будем удлинять звучание ноты. Как вы заметили, у нас самая длинная фермата была. Вот она. Как правило, фермата приходится на конец фразы, но можно это правило нарушать на свое собственное усмотрение. Каким образом художественно можно использовать фермату для того, чтобы облегчить исполнение того или иного произведения? Например, вы играете какой-то отрывок произведения, где достаточно, может быть, быстрый пассаж. Или у вас еще пальцы не готовы для того, чтобы быстренько играть восьмушки или шестнадцатые. И вам хочется как-то это сыграть, но чтобы не пропускать ноты. И в то же время, чтобы не выглядеть не совсем комфортно, когда допускается ошибка. Можно сыграть что-то в этом роде. То есть вы сами на свое усмотрение удлиняете те ноты, которые вам кажутся уместными. И тогда и пассаж слушается, и в то же время не нарушается структура композиции, и вам легче играть. Так что используйте фермату в свое удовольствие, и тогда ваши мелодии будут звучать интересно и без ошибок. Если это видео, эта рекомендация показалась вам важными и интересными, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте колокольчик для того, чтобы всегда быть в курсе, когда выходят новые видео на моем канале. Спасибо, что вы вместе со мной. Всех благ.